В Самаре только что мигранты избили депутата Государственной Думы от КПРФ Михаила Матвеева. Смотри, чтобы они тебя не побили. Так, ребята, остановились. 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 Да расстроять, сука! Стоять, бедули! Что, бля? Я не добегу, это младёжка. Нифуя, въебал что? Который известен своей борьбой с нелегальной миграцией. Ему прямо на улице разбили голову палкой, а потом разбили, а его голову бутылку, трое нападавших. Изначально Михаил Матвеев и его водитель ехали по Самаре и увидели, как мигранты задираются на прохожих и бьют людей палкой ради развлечения. И они решили остановиться, чтобы прекратить эти действия, после чего напали уже на них. И остановить избиение удалось только, когда русские мужики с палками погнались за этими мигрантами. Что примечательно, скорая помощь и полиция не приезжали на место около часа. И лишь спустя большое количество времени Михаилу удалось попасть в больницу, где ему накладывали швы и забинтовали голову. И по иронии судьбы, врач тоже оказался не русским. Я считаю, при текущих событиях вообще нужно на правила Дикого Запада переходить, где каждый ходит с револьвером на поясе. И просто стрелять в такую погонь на месте. Но что это такое? Мигранты ходят и сбивают палками прохожих ради развлечения. Потом бьют уже самих депутатов Государственной Думы. Потом люди попадают в больницы, там врачи уже тоже все не русские, а приезжие из других регионов или из других государств. Все это на фоне того, что в полицию хотят нанимать массово таджиков. Записывал об этом ролик вчера. Более подробную информацию, без цензуры, читайте у меня в телеграм-канале. Ссылка в описании канала. Если кратко, ситуация такая. Значит, здесь группа мигрантов, три человека, шли от набережной по девятой просеке в Самаре. Задирались к прохожим. Значит, и мы увидели, как происходит вот эта драка. Остановились с водителем. Вышли, значит, чтобы остановить их. Они шли с палкой и, значит, устраивали здесь. Ну, избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, только сказал остановить и сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там все. Поэтому сидим вот уже в лучших российских традициях. В 40 минут уже ждем полицию, скорую, никого нету. Ну, одного задержали. Вот он стоит. Смотри сюда. Да, я сказал, я никому не трогаю. Что, камера есть, что ли? Конечно, конечно, все есть. Вот одного задержали. Он нам двоих остальных расскажет, кто они были и как это происходит. То есть у нас мигрантский беспредел, видите, на улицах прямо происходит. Может быть, конечно, это неправильно. Не надо было, может быть, выходить из машины. Но гражданское, так скажем, воспитание не позволило.